Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал Фрешлайк 28. Сегодня я отвечу на частые вопросы моих подписчиков, наподобие вот этого. Итак, можно ли повысить чувствительность рецепторов к тестостерону? Поехали! Что ж, друзья мои, для кого этот ролик? Конечно же, прежде всего для тех, кто собирается накачаться, то есть набрать мышечную массу. На самом деле, поскольку тестостерон влияет еще и на похудение, он также будет полезен и для тех, кто еще пока не качается, но особенно этот вопрос волнует тех, кто хочет набрать мышечную массу. Итак, в двух словах, о чем идет речь? Все дело в том, что у нас есть гормоны, которые отвечают непосредственно за то, будут ли расти наши мышцы или не будут. Основной анаболический гормон инсулин, есть также соматотропный гормон, ну и конечно же тестостерон. Итак, для тех, кто на канале впервые и вообще, я вкратце расскажу. Наш организм управляется эндокринной системой при помощи гормонов. Гормоны это биологически активные вещества, которые влияют на ткани мишени и влияют они через так называемые рецепторы. Гормон подходит к рецептору примерно как ключ замку и, соответственно, если этот гормон предназначен для того, чтобы вступить в реакцию и создать комплекс гормон-рецептор с каким-то определенным рецептором, в клетке происходит какое-то действие. В данном случае нас интересует, соответственно, тестостерон, нас интересует непосредственно рецептор, который чувствительный к тестостерону и нас интересует, соответственно, действие, которое происходит после того, как тестостерон воздействует и образует вот этот вот самый комплекс гормон-рецептор внутри клетки. Это так вот если вкратце. Напоминаю, что очень много о чем я буду говорить записано вот в этом вот ролике. Он теоретический, но тем не менее он очень важный. И также прошу отметить, что это всего лишь одна из теорий, которая мне представляется наиболее логичной. Все дело в том, что на сегодняшний момент абсолютно 100% сказать, почему растут наши мышцы, ученые не могут. Есть различного рода теории и есть практика, которая тем не менее в отсутствии теории доказательной базы работает. Мы поднимаем железо и объем наших мышц зависит, к сожалению, на сегодняшний момент только от того, какие веса мы можем поднять. Все остальное, увы и ах, мракобесие. Что же, поехали. Итак, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, а зачем нам повышать вот эту самую чувствительность рецепторов к тестостерону. Все дело в том, что прореагирует гормон с рецептором или не прореагирует, это не стопроцентная уверенность. На самом деле рецептор может и не прореагировать, и не вступить в реакцию, да, а не присоединиться и не изменить свою пространственную конфигурацию. Или так или иначе не создать вот этот комплекс. Комплекс гормон и рецептор, да. Несмотря на то, что и рецепторы есть, и вроде как и гормоны есть. Это определяется чувствительностью рецепторов. Ну, а кроме этого, кроме этого, то насколько эффективно наши гормоны будут воздействовать на непосредственно наши клетки-мишени, да, определяется таким понятием, как плотность рецепторов. То есть, сколько у нас в клетке или на поверхности клетки, сейчас я расскажу, в чем разница, вот этих самых рецепторов. Вы прекрасно знаете, те, кто смотрит мой канал давно, что, например, длительное превышение уровня эстрадиола приводит к тому, что на поверхности клетки адипоцита образуется большое количество альфа-рецепторов, которые приводят к запасанию жира. То есть, альфа-рецепторов много, и это плохо. Так, например, с чувствительностью рецептора к инсулину мы тоже очень много разбирали вопросов, да, это имеется в виду, что когда у нас постоянно повышенный уровень какого-то гормона, например, инсулина, да, рецепторы теряют к нему чувствительность. Но вот, все это, все это, следствие того самого гомеостаза, о котором я уже на протяжении почти пяти лет ведения канала надеюсь, что вам проел плеш. Гомеостаз это состояние равновесия, да, именно поэтому у нас подноишки 36,6 градуса. Независимо от того, какая температура на улице, независимо от того, как мы одеты. Если слишком жарко, мы потеем, чтобы охладиться. Если слишком холодно, мы покрываемся бурашками, чтобы поверхность кожи не отдавала тепло, сужаются капилляры, да, капилляры, близкие к поверхности кожи. Это все гомеостаз. И с рецепторами то же самое. Поэтому, возвращаясь к инсулину, если у нас длительное время превышается уровень инсулина, рецепторы к нему чувствительность теряют. Ну вот, и, соответственно, начинают плохо работать. Это все предназначено для того, чтобы вот это состояние гомеостаза поддерживать. То же самое у нас дело обстоит и с тестостероном. Итак, для начала давайте посмотрим на картинку. Я вкратце расскажу, как у нас работает тестостерон, непосредственно влияя на нашу клетку. Напоминаю, что вот все подробно описано в ролике, который только что здесь был. Вот там вот выезжал. Итак, значит, тестостерон это так называемый гормон, который влияет на ядерные рецепторы. То есть, это рецепторы, которые находятся не на поверхности. Не на поверхности мембраны клетки. То есть, это жировая такая вот мембрана, да, из липидов состоящая. А внутри клетки. И поэтому для того, чтобы тестостерон вступил в реакцию, да, создал комплекс гормон-рецептор, необходимо, чтобы тестостерон проник через мембрану клетки. И там уже, соответственно, сделал свое дело. В то время, как, допустим, тот же самый инсулин, ему достаточно просто прореагировать с частью рецептора, которая находится на поверхности клетки. Внутри ему не надо для начала, да. Впоследствии, да, впоследствии для того, чтобы он анаболический эффект оказал, он должен проникнуть в клетку. Но это уже детали, да. Сейчас мы говорим с вами о тестостероне, да. Итак, у нас есть тестостерон. Гормон холестериновой породы жировой. Поэтому он может проникнуть через поверхность мембраны клетки. Она жировая, да. То есть, она его туда пустит при определенных условиях. После этого, при наличии фермента альфа-5-редуктазы, тестостерон преобразуется в более активный свой метаболит, дигидротестостерон. Он цепляется к рецептору, к рецептору тестостеронному, так называемой АР. Ну, вот это так называемый андроген-чувствительный рецептор, да. Потому что тестостерон это андроген. Не только к тестостерону эти рецепторы имеют чувствительность, да. От этого самого андрогенного рецептора отсоединяется белок теплового шока. Это очень важно. Сейчас мы про это поговорим. Что такое белки теплового шока, да. Ну, вот после чего он начинает, соответственно, формировать коферменты. И вот этот комплекс, гормон тестостерон плюс непосредственно рецептор, да, гормон-рецептор, он является фактором экспрессии генов. То есть он в состоянии, как я говорил в этом ролике, вытащить кусок ДНК, ну вот образовать матричную рибонуклеиновую кислоту. И дальше вот то самое печатание новых аминокислот, о которых я говорил, да. Рибосома внутри цитоплазмы клетки или саркоплазмы, да, то есть там это органелла. Она ездит как головка принтера по матричной РНК, вместо чернил к ней подают транспортные рибонуклеиновые кислоты, аминокислоты. И она в зависимости от того последовательности по триплетам считываемая вот этих самых вот, по триплетам аминокислот, она составляет новую. То есть буквально раз вот как принтер, да, она начинает как 3D принтер печатать копии. Вот так в двух словах это все происходит. Итак, что же мы можем сделать для того, чтобы у нас, а, повысилась чувствительность тканей, вот этих самых рецепторов к инсулину, да. Есть ли вещества, сегодня мы поговорим немножечко о сармах. Ну вот это селективный модулятор и андергеновых рецепторов, да. И соответственно, что мы можем сделать, чтобы увеличить плотность этих рецепторов. Итак, на самом деле начну с не очень хорошей новости. Не очень хорошей новости для тех, кто мечтает о том, что существуют какие-то волшебные препараты, приняв которые мы повысим чувствительность мышечной ткани к инсулину, клеток, вот этих рецепторов к инсулину. И ничего не делая, у нас вот эти самые вот комплексы, гормон-рецептор, начнут заниматься самым как раз экспрессией генов, да, и непосредственно печатать новые аминокислоты. То есть мы будем растить мышцы. Нет. К сожалению, на сегодняшний момент такого нет. Вот вы можете посмотреть исследование 2017 года, достаточно большое, это очень большое исследование, да, то есть я сломался где-то на одной трети, вы можете почитать. Смысл его заключается в том, что вот в последние годы появилась техническая возможность, техническая возможность взять библиотеку различного рода химических веществ и протестировать их на афинность. Афинность это сродство, да, на способность этих веществ влиять на андрогеновый рецептор. Так вот, на сегодняшний момент, несмотря на то, что у нас ведутся исследования в поисках этого препарата, на сегодняшний момент таких препаратов нет. Вот это на самом деле, с одной стороны, такая очень грустная мысль, да, потому что халявы не будет, а с другой стороны, в общем-то, она очень много чего объясняет. Ну вот, как я уже сказал, андрогеновый рецептор, андрогеновый рецептор, он может быть чувствителен не только к тестостерону и не только к дегидротестостерону. Существует различного рода деривативы тестостерона, да, то есть это различного рода химические препараты, которые, ну, в общем-то, если быть честным, являются запрещенными на канале Фрешлайф-28. Я говорю как раз об анаболических стероидах химического происхождения, да. Не тестостерон, а вот другие деривативы, да, другие названия. 19-й нортестостеронной группа и прочее, 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 да. То есть не будем сейчас об этом говорить, потому что эти вещества запрещены, они запрещены законом на канале Фрешлайф-28, они не обсуждаются. Тех ребят, которые готовы, скажем так, изучать этот вопрос, я всем этим людям рекомендую непосредственно читать книгу моего хорошего знакомого Александра Сашанова, да. Ну, вот, непосредственно читать то, что Александр сам говорит на одном из форумов, у него есть своя ветка, то есть вы, в общем-то, должны знать, кто это такой человек, да, потому что каждый должен заниматься своим делом. Александр один из самых грамотных, на мой взгляд, специалистов в области спортивной фармакологии. То есть, ребят, если вам надо, пожалуйста, к Саше, вот туда вот, к Сашану, рекомендую. А мы сейчас вернемся к натуральному тренингу, да. Итак, что же у нас происходит? Нет, как вы уже знаете, раз уж мы заговорили об этих запрещенных препаратах, что несмотря на то, что есть куча людей, которые увеличивают концентрацию тестостерона искусственным методом, да, в десятки раз, то есть, там, он могут в 3, в 4, в 5, в 10 раз повысить. Если ничего не делать, мышцы не растут, вернее, растут, но совершенно, как бы, шкурка выделки не стоит, то есть, вы не заметите вот этой разницы, да, если вы не будете тренироваться. Почему так происходит? Опять-таки, виноват гомеостаз. Как только количество тестостерона превышает какие-то определенные значения, да, ну вот тушка автоматически начинает уменьшать плотность рецепторов. Потому что тушке невыгодно растить мышечную массу. Это ей невыгодно. Она не любит очень сильно растить мышцы, потому что мышцы, в отличие от жира, они постоянно чего-то потребляют. Это армия, которую нужно кормить. Если вы ей не пользуетесь, то она будет препятствовать всяческим образом, всяческим образом, вот эти самые мышцы не растить. Для этого она уменьшает число рецепторов, да, ну вот. Что же при этом происходит? И почему происходит так, что когда мы качаемся, мы начинаем вдруг расти? А вот тут мы как раз возвращаемся к вот этим самым белкам теплового шока. Что это такое? Это белки, которые были обнаружены, вот, которые были обнаружены у мухи дрозофилы очень-очень давно. Они есть у всех. От бактерий до человека, да. Ну вот. И это очень интересный белок. Это очень интересный белок, который выполняет кучу-кучу различного рода функций внутри клетки, да. Вплоть до того, что он исправляет те белки, которые были вот по этому чертежу собраны с ошибками. Ну вот определенная функция. И он не дает разрушаться клетке и тем белкам, которые подвергаются стрессовому воздействию. Почему его назвали белок теплового шока? Потому что в первичных исследованиях он проявлялся в ответ на нагревание клетки до сублетальной температуры. Значит, сразу говорю, ребята, тем людям, которые говорят, а вот давайте-ка я сейчас схожу в сауну, пусть у меня белки теплового шока непосредственно от этой температуры подскочат, и я буду быстро-быстро расти. Не получится. Виноват гомеостаз. Потому что прогреть непосредственно наш организм, нашу тушку до тех температур, когда внутри клетки у нас будет сублетальная температура, тушка вам не даст. Тот же самый гомеостаз. Вы будете потеть, остужаться, вы, может, упадете в обморок и все чего-то. Но нагреть вашу клетку до такой степени внутри вашего организма, да, то есть не на поверхности кожи, понятно, а внутри, прогреть настолько, чтобы ваша температура близка к сублетальной для клетки непосредственно температуре у вас не получится. Поэтому сауна в этом плане вам не поможет, кто бы что и не говорил. Но идем дальше. Назвали-то белок белком теплового шока из-за того, что он был изобретен, открыт, да, в момент нагревания клетки до суб вот этой самой летальной температуры. Но белок теплового шока, внимание, это очень важно, он начинает выделяться, просыпаться внутри клетки в ответ на любой стресс. И в том числе на оксидативный, в том числе на то, что происходит при тренировке, при закислении организма, например, на ионы водорода. Точно так же этот самый белок начинает просыпаться и начинает делать свою работу. И получается что? Когда мы поднимаем огромные тяжелые веса, у нас запускается что? Анаэробный гликолиз. Что-то с образованием лактата. В ответ на это закисление на лактат, у нас образуются белки теплового шока в большом количестве, которые не дают разрушаться рецептору. В том числе, да. Во-первых, они исправляют, да, плохо собранные белки, которые у нас получились, да, которые не получаются, да, там же лизосомы их разрушают и выбрасывают, да. Но они, тем не менее, чинят те белки, которые были с браком сделаны, и не дают разрушаться рецептору. Именно поэтому, именно поэтому, когда мы начинаем работать с большими и тяжелыми весами, чем больше мы можем поднять вес, тем больше, соответственно, мышечных волокон мы рекрутируем, и в большем числе мышечных волокон начинают просыпаться вот эти белки теплового шока, тем в меньшей степени мы теряем при наличии тестостерона, при наличии нашего тестостерона, вот эти самые рецепторы. Благодаря тому, что их защищает вот этот белок теплового шока. Есть такая теория. Опять-таки, я еще раз повторюсь, что эта теория имеет критику. Многие с ней не согласятся. Но тут корифеи и профессура, не то, что какой-то блогер, ломают копии. Я вам рассказываю наиболее, на мой взгляд, логичную теорию, которая применяется на практике. Что же нам, в общем-то говоря, можно вывести, что нам можно вывести, какие выводы сделать, вот из того, что я вам рассказал. Итак, на сегодняшний момент, за исключением запрещенных препаратов, запрещенных препаратов. Единственный способ не терять мышечные вот эти самые рецепторы, андрогеночувствительные рецепторы, ну вот, а повышать их плотность, для того, чтобы больше, более эффектно, более эффективно непосредственно растить наши мышцы, это работа с отягощениями в анаэробном режиме. Что еще можно про это сказать? Значит, вот эта теория очень хорошо объясняет тот факт, что у нас как раз поддаются в большей степени росту вот эти самые мышечные волокна, которые белые, да, которые быстрые мышечные волокна. Потому что в них наибольшее число рецепторов, наибольшим образом эффективно действуют вот эти белки теплового шока. Значит, что у нас происходит непосредственно с медленными мышечными волокнами? То есть, теми волокнами, которыми пользуются бегуны на длинные дистанции, да, они как раз имеют очень низкую способность, очень низкую способность, вот как раз к продуцированию вот этих самых белков и достаточно низкое число, изначальное число в клетке вот этих самых андроген-чувствительных рецепторов. Именно поэтому они не очень хорошо и растут. И именно поэтому, когда мы пампим до умопомращения, да, мы затаскиваем в клетку прекрасно, прекрасно, питательные вещества, да, мы закисляем организм, но вес-то маленький, потому что как только мы увеличим вес, мы перейдем в анаэробный режим. Знаете, да, это? Это уже неоднократно говорилось на канале Фрешлайф 28. Так вот, мы пампим, это хорошо, мышцы надуваются, это все очень здорово, но роста при этом не происходит. Почему? Потому что вес маленький, а на малых весах тушка не дура, она не будет иннервировать все мышечные волокна. Она будет стараться выполнить работу с минимальными потерями. Именно поэтому у нас получается, что чем тяжелее вес, который мы поднимаем, тем большее число мышечных волокон центральная нервная система должна для этого рекрутировать. То есть, есть понятие рекрутирования мышечных волокон. То есть, это означает, что сколько мы можем иннервировать, да, задействовать мышечных волокон для того, чтобы выполнить ту или иную работу. И одно дело, когда мы поднимаем штангу в 40 килограмм, а мы можем 100, у нас уже достаточное количество мышц, раз мы можем 100-шку пожать, да, мы работаем с 40 килограммовой штангой, и тушка не подключает те мышечные волокна, которые не нужны. Нифига тратить. И другое дело, когда мы работаем с субкритическими весами. То есть, мы взяли критический вес, почти что в отказ, и тушка для того, чтобы его пожать, она вынуждена рекрутировать все мышечные волокна. Соответственно, стресс получают все мышечные волокна, белки теплового шока начинают просыпаться во всех практически мышечных волокнах, не в 30%, а в 80%, в 90%. Ну вот. И, соответственно, после этого начинается мышечный рост более эффективно, чем если бы мы работали меньшим весом. Значит, ну и, конечно же, следует помнить о нейромышечной связи. О ней я тоже говорил очень-очень давно, один из самых первых роликов. Именно поэтому, именно поэтому, скажем так, чем новичок отличается от профессионала. Новичок пока еще не чувствует 100% мышц, да, то есть там у него еще не рекрутируются все мышечные волокна. И поэтому с каждой тренировкой, с каждой тренировкой он может сам-то не расти, а веса у него рабочие растут. Почему? Потому что он с каждым днем инервирует все больше и большее число мышечных волокон. И вот когда он доходит до того веса, когда уже тушки надо включать, сверхбыстрые мышечные волокна и так далее, да, и они начинают получать уже, вот непосредственно этот стресс, приводящий к тому, что просыпаются вот эти белки теплового шока и начинают защищать рецепторы. После этого начинается уже истинный мышечный рост. Там уже работает и инсулин, там и самототропный гормон. И все, все вот в этом самом комплексе. Значит, и, наверное, давайте-ка мы поговорим, поскольку тоже очень часто мне поступают вопросы о легальных препаратах, так называемых сармах. Значит, в чем смысл? Смысл был в том, что давайте, ученые подумают-подумают, да, на вот, и придумают какие-нибудь препараты, которые не будут нелегальными с точки зрения ВАДА, то есть, такие как анаболические стероиды, которые запрещены, на вот, но, тем не менее, будут повышать либо чувствительность, либо плотность вот этих самых рецепторов, андрогеночувствительных рецепторов. Рецепторов, чувствительность к тестостерону, к дигидростестостерону и так далее, и так далее. На сегодняшний момент, ребята, я вам серьезно говорю, не стоит пользоваться, Не пользуйтесь этими сармами. Потому что эффект, который вы от них получите, он вряд ли превысит даже 10-15% от эффекта, который вы бы получили при употреблении запрещенных препаратов. Но любые сармы, к моему великому сожалению, на практике приводят к понижению своего уровня тестостерона, к понижению лютонизирующего, фолликулостимулирующего, то есть так называемых гонадотропных гормонов. И после них требуется посткурсовая терапия, как после курса запрещенных препаратов. Потому что вы ушатаете за месяц, за два свою гормональную систему точно так же, но при этом эффект у вас будет 10-15% от анаболических стероидов. В то время, в то время, когда, объясню почему это все-таки в свое время получило распространение. Пока еще, сейчас они внесены в список допинга, пока еще сармы не были в списке допинга, в спорте высоких достижений спортсмены готовы были пойти на это. Готовы были всего лишь 10% от того, что можно было на запрещенных препаратов получить, но в плюс к своим результатам, да? То есть чуть-чуть перепрыгнуть за генетическую планку. И готовы были, скажем так, на жертвы и на те побочки, которые эти сармы опять-таки дают. Ну вот. Нам с вами это совершенно не нужно. Поэтому мой вам совет, ребята, не смотрите в сторону сармов. Ерунда это полная. То есть, если вам их будут рекламировать и так далее, оставим это на совести тех, кто это делает. Итак, друзья мои, давайте еще раз вкратце повторим. Значит, на сегодняшний момент ведутся активные исследования. Ведутся активные исследования благодаря возможности технической, которая в 17-м году появилась, да? Исследовать быстро и недолго, да? Влияние различного рода химических веществ на чувствительность и плотность андрогенчувствительных рецепторов. Будем их называть рецепторов чувствительных к тестостерону. На сегодняшний момент, кроме запрещенных препаратов, то есть, это искусственный тестостерон и его деривативы, да? Ну вот, таких веществ эффективных не существует. Значит, рекламируемые ранее сармы достаточно имеют серьезные побочные эффекты, такие же, как запрещенные препараты. А по эффекту вы не получите 10% от того, что могли бы дать эти препараты. То есть, в смыслах использовать не надо. Они вредят. Не нужны вам эти сармы, несмотря на то, что вы можете их купить легально. Значит, с этим разобрались. Значит, каким образом у нас организм регулирует вот этот гомеостаз? Если у нас, например, возьмите любое отделение ожоговое, где употребляются вот эти же самые запрещенные в спорте препараты, да? Но в качестве медицинских терапевтических средств, ожоговое отделение, еще чего-то. Там, по идее, должны были ходить огромные качки, потому что там, в общем-то, при помощи этих препаратов людей восстанавливают после серьезных ожогов, травм и так далее, да? Однако, ничего этого не происходит. То есть, у людей серьезное превышение анаболических гормонов, деривативов, но качков там нет в больнице. Почему? Потому что они не тренируются. Почему? Потому что для того, чтобы сохранить гомеостаз, тушка автоматически понижает плотность вот этих самых андрогеночувствительных рецепторов в клетке. Она их разрушает. Что же у нас при этом происходит, когда мы тренируемся? И тренируемся не просто так, а в анаэробном стиле. То есть, когда задействует анаэробный гликолиз. Мы поднимаем достаточно тяжелые веса. Это заставляет наше тело, центральную нервную систему, иннервировать максимум мышечных волокон. А в ответ на стресс, в ответ на стресс начинают просыпаться белки теплово, активироваться, да? Белки теплового шока. Они предназначены для того, чтобы защищать клетку от стрессовых ситуаций. Назвали их тепловым, потому что они были открыты просто. Из-за того, что клетку нагревали до сублетальной температуры. В сауне это не прокатит, сразу говорю еще раз. Так вот, на самом деле, эти белки, они начинают активизироваться при любом стрессе. И при оксидативном. Соответственно, и при тренировочном тоже. Итак, мы работаем в анаэробном стиле. Получаем закисление из-за лактата. У нас начинают активироваться белки теплового шока. И они не дают разрушаться вот этим самым рецептором, да? Андроген чувствительным рецептором. Значит, что еще можно сделать? Значит, как вы уже поняли, что поскольку андроген чувствительный рецептор, он у нас находится внутри клетки, не на поверхности. Значит, нашему гормону холестериновой породы достаточно, нужно, вернее, не достаточно, а нужно проникнуть внутрь клетки. С одной стороны, он сам холестериновой породы, жировой, поэтому он может это сделать. Например, обычной диффузией, да? Но это процесс небыстрый. И каким образом мы можем увеличить процент гормонов? Там еще есть так называемые насосы, да? Насосы, которые сейчас изучаются. Насосы по перекачке жирных кислот в клетку и обратно, да? То есть, как он работает, пока мы еще не знаем. Это новое совершенно направление. Вот буквально не так давно, там уж 5 лет назад я о них исследование читал, пока еще не нашли. Поэтому мы ориентируемся на что? Мы ориентируемся с вами на диффузию. А для того, чтобы у нас мембрана клетки лучше всего пропускала туда гормон, необходимо, чтобы она обладала определенной проницаемостью. А для этого наш липидный профиль должен быть хорошим, да? То есть, мы выбираем правильные жиры. Для того, чтобы как раз мембрана клетки была для гормона лучше проницаема. А это полиненасыщенные жирные кислоты. Омега-3 обязательно. В качестве добавки, а также все растительные жиры. Не забывайте про растительные жиры. Я всегда, очень часто на курсах всем своим студентам говорю, что ребята, не пренебрегайте жирами, они важны. Про жиры ролик вот здесь вот. Так что, вот такой вот у нас краткий момент. Итак, ничем повысить плотность рецепторов внутри клетки андроген чувствительных и их чувствительность непосредственно к тестостерону и его деривативам и дегидротестостерону, кроме как на сегодняшний момент тяжелыми физическими упражнениями, мы не можем. Поэтому не смотрите, пожалуйста, в сторону препаратов. Не смотрите, пожалуйста, в сторону сармов. Не нужно это все делать. Единственное что? Правильное питание. Достаточное количество омега-3 и полиненасыщенных жирных кислот. То есть, это жидкие жиры, растительные жиры. И тренинг. Это единственное, что на сегодняшний момент работает. Что ж, друзья мои. Это был ролик. Может быть достаточно сложный. Но набор мышечной массы, как я уже говорил, он вообще в принципе значительно сложнее, чем похудение, да? Но, тем не менее, надеюсь, он будет полезен тем людям, которые пытаются набрать мышечную массу. На сегодня это все. С вами был Базилио. Канал Фрешлайк 28. Канал о том, как начать и не бросить новую жизнь. Понедельник. Всем пока-пока.